По закону нельзя дважды наказывать за одно преступление. Значит, убийца, посаженный в тюрьму, не будет отвечать за свое преступление после смерти. Ну, в общем, да. По мысли, скажем, разных благочестивых писателей, действительно смертная казнь, она является наказанием за какой-то совершенный грех. И вот возможность применения этого наказания в жизни гарантирует человеку, что за этот грех он страдать не будет там, когда придет туда. Но ведь речь идет только об одном грехе, а их много. Ведь наказание идет только за один какой-то страшный грех. Получив это наказание, собственно, там этот грех вспомянут не будет. Это правда. Вот это правда во всех смыслах, и это один из, скажем так, снисходительного отношения к церкви во всей эпохе к смертной казни. Потому что человек страдает здесь, и тем самым здешним страданием избавляется от грядущего страдания. Но только в том случае, только в том случае, если он верит во Христа. Потому что если он не верит во Христа, то да, за этот грех он не будет наказан, а за все остальные грехи будет. А их одного достаточно, чтобы вернуть Гиену Огнену, а все остальные, сколько их за всю жизнь произведено было. Но если человек верит во Христа, то тогда за эту веру он будет жив. За самый страшный грех он понес наказание здесь. Он с верой принял его как наказание, свершающееся здесь за смертный грех. Он принес исповедь, покаяние за всю свою прошлую жизнь. Вот часто даже, скажем, по русской средневековой традиции причащался, не только исповедовался. И для него, поскольку он верил во Христа, для него открывалась надежда на возможность вечной жизни. Это так. По образцу распятого разбойника. Он пострадал за свой грех, но исповедовал свою веру. И Христос ему сказал, ныне будешь и со мною в раю. Всякий человек, страдающий, умирающий здесь за какой-то свой грех, он, исповедуя свою веру во Христа и принося покаяние за всю свою жизнь, он так же как разбойник может услышать и слышит, если он с верой это все воспринимает, те же слова во время своей смертной казни, которые сказал Христос разбойнику. «Ныне будешь со мной в раю». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok